Всем привет, друзья! Я Вит из группы Луна и группы Трактор Боулинг, и сегодня я расскажу вам про моё концертное оборудование. Начнём с педалборда, самой главной штуки, которая присутствует на сцене, собственно, через которую идёт весь звук и который формирует мой звук. Он достаточно простой, когда-то он был побольше, но некоторые педали перестали быть мне нужными, и как бы я оставил тот функционал, который мне нужен именно сейчас, и практически всегда, независимо от того, это Луна или Трактор Боулинг. Самое главное, что в нём есть, это преамп EBS Microbus 2, который является, так сказать, таким центром, через который сигнал проходит и выходит на разные источники. С выхода вот он идёт в мой стэк, который звучит на сцене, с балансного выхода он идёт в линию, которая идёт в пульт, вот, и также с линкованого канала отдельного, который работает независимо от цепи сигнала, он идёт в тюнер, который работает постоянно, и в этом большой плюс. Собственно, если у преампа отсутствует линк, это приводит к тому, что тюнер находится в цепи, и для того, чтобы настраивать гитару, нужно его выключать. А когда играешь, его нужно выключать, чтобы цепь не прерывалась. А с линковым каналом он у меня постоянно работает, и когда я вешаю, например, тоже ноту где-то длинную, я могу следить за тем, насколько она строит, и даже подстраивать иногда по ходу игры. Вот, это очень удобно. Это прям очень крутой момент, который есть в этом преампе, почему я его использую, и несмотря на то, что я смотрел множество других вариантов хороших, действительно, по функционалу, есть две очень крутых фишки здесь, это линковый выход и кнопка Mute. Кнопка Mute, которая дает мне возможность, когда нужно подстроиться, не пускать звук в зал, и при этом не включать тюнер отдельно. Он у меня работает, как я уже говорил, на линковом канале. Сигнал у нас приходит из радиосистемы, которую я использую. Это радиосистема марки Sennheiser. Она у нас висит, соответственно, как обычно, на поясе. Джек включен в гитару, значит, передатчик передает на приемник сигнал, который посредством шнура заходит в мой педалборд, вот сюда. Первый в цепи стоит компрессор EBS Multicom. Очень хороший компрессор, мне его посоветовал в свое время звукорежиссер студии Gigant Record, и он его использовал также во время записи в обычном тракте бас-гитары. То есть педаль была включена в тракт, поскольку компрессор очень тактичный и качественный по характеру передачи звука. Вот, значит, звук у меня компрессируется и идет в педаль Boss ODB 3, которая является перегрузом. И наиболее часто используемой мною педалью во время концертов и даже иногда на записи я использую. Значит, специфика моих партий состоит в том, что я использую попеременно чистый звук бас-гитары и грязный. Грязный звук бас-гитары я включаю в рипах, когда мы играем какие-то тяжелые куски, там, где гитары включают дисторшн, я включаю тоже перегруз. Так исторически сложилось, когда из группы Tractor Bowling в очередной раз ушел один из гитаристов, мы остались четвером. И мне пришлось закрыть собой нишу, которая опустела в плане буста этого гитарного, то есть этого заполнения. Поэтому я стал использовать перегруз. Постепенно я нашел оптимальный для себя перегруз это Boss ODB 3. Я очень много перепробовал различных перегрузов, наверное, все, которые есть. Есть действительно очень крутые Darglass, по-моему, называется, контора. Вот я у них пробовал хорошие действительно приборы, но я уже привык, и меня вполне устраивает Boss. Я у них юзал также синюю примочку, вот новую вышел, у них перегруз BB 1X, что ли. Но все равно желтый побеждает Foreo, то есть я с ней много лет и просто круче звука, который лучше всего взаимодействует с моим басом и с моим стеком, я не слышал. То есть он дает прям очень злой и такой прям рыхлый, не знаю, такой прям очень вкусный перегруз, который мне очень нравится. Значит, из этого перегруза звук попадает, собственно, в преамп, с которого он уже идет, как я уже говорил, в мой стек и в линию. Раньше у меня еще была педаль, в педалборде была педаль ревербератора, она стояла вот здесь между перегрузом и тюнером, ой, и преампом. Я использовал ее, когда я играл какие-то атмосферные куски, где хорошо слышно бас-гитару, слышно там, как она играет с таким эффектом эхо. Но потом я отказался, потому что таких кусков стало меньше и, в принципе, на концертах это не настолько сильно слышно, чтобы возить с собой эту педаль. Еще у меня был октавер, вернее, у меня есть, бежит так же, как и ревербератор на базе, октавер UBS, октобас. Я его использовал, честно скажу, только в одной песне группы Luna, называется Vendetta. Там партия основана на эритмической пульсации одной ноты. Я ее брал наверху и делал звук в октаву ниже. Получался такой низ и верх в этой партии. Что оставим мы детям после себя? Так как мы ее перестали играть в последнее время, потому что она устарела, я не использую эту педаль, больше она нигде не пригодилась. Что еще у меня есть? Также есть какие-то штучки, которые привнес уже наш техник Серега Красный. Значит, это лампочки, которые очень полезны, когда мы играем в темноте, в темное время суток на фестивалях или свои сольники. Поскольку у нас теперь есть свой световик, Никита Краснов, который пришел к нам в друг по Аматере, он совершенно больной в плане цербоскопов и всевозможных бэкаутов. Когда полностью выключается свет на сцене, в самый неожиданный момент пока для нас, было очень проблематично порой попасть в нужную педаль. Или, например, когда он делал бэкаут между песнями, узнать, какая следующая песня, потому что не видно вообще ни черта, полная тьма. Вот, и наш, значит, техник предложил нам всем использовать эти фонарики вот так ставятся над педалями и здесь еще трое крествины заодно. В общем, удобно, как оказалось. Вот, также здесь есть такой переходник, который он использует периодически при возникновении какой-то необратимой, не знаю, как это называется, когда фон идет сильный электрический. Они ищут разные способы его удаления. Самый простой здесь есть у меня кнопка граунд лифта, так называемого, который заземляет сигнал. Ну, я не знаю, как это технически точно называется. В общем, обычно включают граунд лифт. Если он не срабатывает, они вставят вот этот переходник, вот так вот включают, он что-то там вот тоже заземляет, обрывает, не знаю, как это называется, и фон пропадает. В общем, как-то так. Так, ну, наверное, все. Вот, все это, значит, Допро ездит в специально сделанном под него аэрокейсе. Он, как видно, грязный, потому что мы участвовали в наших печально известных грязевых фестивалях этого лета. Вот, на всех, наверное. Вот, и, ну, как бы он немножко пострадал, в плане того внешнего видно. Грязь еще не отмыли, потому что лето продолжается, в фестивале тоже. Вот, но когда-нибудь мы его почистим. Вот, так, в целом, наверное, все, что можно рассказать про мой нехитрый педалборд, который выглядит вот так, если вы там увидите. Вот, такие вот игроки. Все, спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok